Знания Знания Стремится к знаниям, стремится расширить границы своего познания. Расскажите, пожалуйста, как происходит, как поставлено обучение в нашей Самарской семинарии? Ну, спасибо за вопрос. Вообще, конечно, в первую очередь я, наверное, буду рассказывать о магистратуре, поскольку для нашей духовной семинарии это явление такое новое, интересное, и Владыка меня благословил этим начинанием заниматься. Магистратура появилась у нас в семинарии недавно, два года назад буквально. Переход на эту систему обучения, естественно, связан вообще с общими тенденциями в российском образовании, с переходом на баллонскую систему, на двухуровневую систему, бакалавриат и магистратуру. То есть базовое обучение семинарии, основное семинарское образование, необходимое для священнослужителей, после которого, выпускаясь, ребята имеют возможность рукополагаться, уже, сказать, уже не ребята, уже молодые священники будущие. Это бакалавриат. Все это четыре года, это базовое образование. А дальше идет магистратура. Два года. И, конечно, далеко не все, кто отучились в бакалавриате, естественно, имеют такую возможность, имеют задатки. Да, все-таки магистратура, это такая, действительно, следующая уже ступень. Вот. И те, кто провел наибольшие способности, те, кто лучше всего освоил программу бакалавриата, ну, естественно, те, кто имеют желание. Потому что это уже такая вещь, сказать, добровольность. Бакалавриат — это необходимый минимум. Да, то есть и человек с уровнем бакалаврского образования может дальше продолжать свое... Как и в любой другой среде, как и в любом другом институте, бакалаврят — это все-таки считается таким, ну, уже законченным базовым уровнем. Человек может по профессии работать, по специальности. Вот. А дальше, если он хочет дальше совершенства, дальше, конечно, это магистратура. То есть, это следующая ступень, после которой идет уже аспирантура, ну, и, скажем, уже получение степени, защищение степени кандидата. То есть, у нас тоже есть такая возможность, и мы об этом тоже поговорим. Дальнейшее. То есть, после магистратуры у нас, выпускники уже, так сказать, есть такие... Наметки, да, для поступления. Есть, установились у нашей магистратуры связи с, значит, высшими учебными заведениями Русской Православной Церкви, куда мы направляем, то есть мы и педагогов направляем на повышение уровня образования и вот студентов. Так вот, магистратура — это действительно задача магистратуры, в отличие от бакалавриата, задача которой — дать базовый уровень, да, для возможности прохождения служения. Магистратура — это, конечно, кузница таких кадров преподавательских будущих и научных, то есть в идеале, то есть как она задумана. Вот, и действительно сам процесс, он уже немножко по-другому строится. То есть, если мы привыкли, что, ну, вот уровень бакалавриата — это все-таки уровень такой лекционно-семинарский, то есть в значительной степени начитываются лекции, проводятся семинарские занятия, другие виды практических занятий, вот, но вот в определенной пропорции, да, и лекций достаточно много еще. То есть вот лекционный такой элемент, он очень сильен. То даже вот по методам обучения магистратура, да, немножко отличается. Магистратура — это то место, скажем так, как говорят наши старшие наставники, это место, где в первую очередь мы уже не столько учим, да, вот как на бакалавриате. Вот, магистратура — это место, где учатся люди поступившие, учатся сами, в первую очередь, добывать информацию, находить, использовать разные, так сказать, подходы, методы. Вот, и там, конечно, гораздо меньше вот этот лекционный уровень и гораздо больше самостоятельной работы. То есть там посмотреть, да, все равно у нас программа просто, а верю, что сильно углубляться, да, в технические подробности, я думаю, наверное, не стоит. Но, конечно, там распределение, то есть там гораздо больше самостоятельной работы. То есть люди учатся работать самостоятельно с текстами, самостоятельно с источниками, добывать информацию, обрабатывать, анализировать. Поэтому упор делается, конечно, на семинарские занятия, на совместные обсуждения, а не вот такая школьная система, когда я прихожу, там, начитываю, постоянно. Хотя, конечно, есть определенные вводные лекции, то есть нужно направить, нужно дать какое-то, так сказать, потому что для того, чтобы человек сам мог работать, его все-таки нужно направить, в нужном вектор задать. Хорошо, что вы сказали. Я думаю, нашим телезрителям будет интересно узнать, что Русская Православная Церковь в лице нашей семинарии, да, она как-то вот под стандарты государственно-образовательного программы подстраивает свои тоже учреждения, да. И часто, вот, наверное, даже у многих недоумение, а чего там вообще учить-то? Вроде вот, да, и еще, наверное, советский такой стереотип священника, это что-то такое вот малообразованное, да. Нет, стереотипы, конечно, они не все, мягко говоря, изжиты, они, это процесс очень, они быстрее появляются, очень долго изживаются, это же стереотипная история такая. Вот, и, конечно, да, то есть было такое предубеждение, что, ну что там, ну научился говорить паки-паки, да, там, ну как минимум научился немножко по-славянски разбираться с текстом, вот и все, и вот. На самом деле, даже уровень бакалаврской подготовки, то есть он требует очень серьезной базы, и более того, вот очень показательно, этот год, вот именно этот, начавшийся для нас, он, так сказать, в определенном смысле необычный. У нас, мы открыли по благословению, по рекомендации учебного комитета подготовительное отделение, то есть еще перед бакалавриатом, потому что, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что, причем не только мы, вот так общаешься, да, и с другими, с вузами, со советскими, уровень, конечно, приходящих из школы, он, ну, скажем так, разный, и очень часто оставляет желать лучшего, да. А тем более, все-таки есть специализированные предметы, да, вот смотри, конечно, у нас подготовительное теперь есть еще отделение, то есть, потому что кто вот совсем, вот по нулям, грубо говоря, да, пришел, конечно, сразу на первый год с бакалавриата брать не имеет смысла, потому что его потом придется на себе тащить, как тяжелый груз. То есть, если кто, и там видно, если человек, да, имеет уже определенную базу, там, может быть, давно в церкви, имеет знания определенные, там, воскресную школу прошел, там, хорошую, они разные тоже, да, на самом деле, вот, и это, может быть, да, сразу первый год с бакалавриатой, ну, для остальных, конечно, очень многие, это уровень подготовительный, скорее. Так вот, оказывается, что не так-то просто еще и, в общем-то, попасть на эту планку. Не говоря уже о магистратуре. Нет, да, конечно, магистратура, это те, кто хорошо, как минимум хорошо, если не отлично закончил бакалавриат, но и самое главное, конечно, магистратура все-таки это должно быть какое-то внутреннее, то есть, не каждый даже священник, да, не каждый, вот, хотя вот у нашего руководства, у Владыки, такая позиция, что священство, служащее в городе, в большом городе, в первую очередь, там, Самар, Тольятти, желательно, особенность это молодые священники, пока знания еще не, скажем так, совсем выветрились семинарские, хотя, конечно, человек должен развиваться постоянно, и если он в любой профессии, это везде, если человек постоянно не совершенствуется, не, допустим, элементарно хотя бы сам не читает, не самообразуется, конечно, все это постепенно, вот, немножко может растерять этот багаж, вот, и вот насчет молодого духовенства, особенно городского, у Владыки такая позиция, что очень хорошо было бы, если бы эти люди все-таки имели уровень магистра богословия, да, то есть, выходя из магистратуры, человек получает, значит, степень, да, это еще не научная степень, как кандидата доктора, ученая, такая учебная степень, магистра богословия, и Владыка направляет молодых, ну, как правило, молодых, да, то есть, просто есть возраст, который тяжело, и, может быть, поздно, действительно, начинать это, молодых, молодых старается направить, потому что сейчас задача священника, особенно служащего в городе, там, не в селе, не в глубинке где-то, где-то, как мы говорим, там, ну, три бабушки, там, прихожанки, да, это все-таки разная история, в городе священник большую, даже, наверное, часть времени проводит не в стенах храма, да, а вот, то есть, ему приходится очень многим заниматься, сталкиваться с совершенно разными вопросами и проблемами, которые, вот, лет 30 назад были вообще для духовенства, ну, закрыты эти, пути, эти служения, то есть, священника в больнице, в школе, в институте, да, или где-то еще, в советское время мы себе представить не можем, и в советское время это была даже такая, скорее, сознательная политика, то есть, мы знаем, что никуда не пускали, то есть, у меня дед священник, я помню прекрасно, что это был совершенно другой ритм жизни, бабушка у меня до сих пор жива, она рассказывает, что, ну, никуда, то есть, как сейчас священник, там, кроме храма, у него еще очень много разных служений, окормляют разные вечеринки, начиная от военных, там, заканчивая образовательными или медицинскими, вот, то она, конечно, жили по-другому, где-то уходил утром на службу, в обед приходил, так сказать, имел обыкновение к дневному чаю, так сказать, вот, приходить домой, и вечером на службу тоже, и поэтому, когда она видит, вот, нынешний ритм, она удивляется, что это вы все время дома-то не видать, вот, так сказать, она спрашивает, но ритм все равно другой, и задач очень много, и, конечно, если советская власть, она сознательно старалась маргинализировать, да, вот, и вообще верующих всех, просто сказать, что эта вот темнота скоро вымрут, да, все, как Никита Сергеевич обещал, что вот, скоро-скоро, к 80-му году, ну, вот, то и духовенство, конечно, советская власть совершенно была не заинтересована в образованном духовенстве, и всячески вставляла, как только могла, палки в колеса, то есть, не могла закрыть, открывшись после войны все духовные семинары Академии, но при Хрущеве закрыли очень многие, Саратовскую, там, вот, Минскую, Жировец и так далее, осталась только Москва и Ленинград, и то Ленинградскую, помните, очень активно пытались закрыть, только отстояли, там, благодаря владыке Никодиму, Никодиму Ротову, вот, то есть, и сейчас, конечно, священник, это, вот, ну, должен быть в каком-то смысле в городе, особенно в большом мегаполисе, универсальным таким, вот, служителем, потому что приходится общаться и с очень образованными людьми, и приходится быть и в школах, и тех же вузах, ну, тоже не всем, только владыка специально отбирает тех, кто более способен, но все равно задача такая, чтобы, конечно, молодое, особенно духовенство, городское, ну, вот, выходило на уровень такой вот магистерского образования, и сейчас это показательно даже по кадровому составу нашей нынешней магистратуры, самый первый набор у нас был два года назад, они в этом году выпустились в июне, это был пробный набор, там была группа, и было шесть человек, вот, совсем небольшая одна, ну, в принципе, магистратура, это такой, как мы говорим, штучный товар, то есть их не может быть, там, потоком, их нигде нет в вузах, где есть магистратура, там, каким-то огромным количеством групп, в отличие от бакалавриата, и первая группа была шесть человек, вот, они выпустились, в общем-то, пять из шести написали, и достойно, я считаю, изучили магистратские работы, там, вот, один, то есть, это вещь такая, вот, с человеком сяга может случиться, сошел с дистанции, на самый последний момент, в моменте, в процессе написания диссертации, вот, и нынешний второй курс, который поступали год назад, там уже больше половины духовенства, как раз, вот, там есть и несколько человек не в сане, а нынешний набор, вот, который только-только в сентябре набрали, нынешний призыв, там, не имея священного сана, только один человек, на самом деле, но их вообще не будет, там, десять человек поступил, вот, один из них всего не священник, остальные, тут, все практически, там, с исключением одного, самарский, то есть, это, вот, как раз та задача, которую Владык поставил, то есть, вот, для молодого, имеющего потенциал духовенства. Мальчика, ну, получается, что в магистратуру может поступить и обычный гражданин Российской Федерации, да? Ну, естественно, не обязательно священник, нет, совершенно не обязательно, потому что, я говорю, вот, там, наши вот, выпускники бакалавриата, да, они поступают потом, не обязательно для этого принятия сана, просто так получилось, что вот сейчас, на данный момент, больше половины, это, вот, уже в сане, то есть, они уже проходят практическое служение и параллельно учатся, то есть, ну, поэтому занятия в магистратуре так построены, что они не занимаются всю неделю, потому что священнику, конечно, было бы тяжело, сейчас, там, три дня в неделю, там, по три пары, иногда по две, то есть, вот, такая щадящая система обучения больше рассчитана на самостоятельную, конечно, работу, а прийти и поступить может любой, я даже могу так обратиться, что, в общем, стены открыты, это не только для тех, кто закончил семинарию непосредственно бакалавриат, вот, у нас был, как минимум, уже один случай, когда человек на первом наборе был, который не заканчивал семинарию вообще, он заканчивал, такой у нас есть при Самарской гуманитарной академии, такое теологическое отделение вечернее, то есть, уровень знаний у него соответствовал семинарскому, то есть, человек может сам вообще выучить семинарскую программу, вдруг, если человек блестяще так одарен, то есть, он должен показать при вступлении, поступлении в магистратуру уровень знаний, соответствующий бакалавриату семинария, То есть, если он это сам выучил, если он это выучил в стенах семинарий, если он выучил на каких-то есть же богословских факультетах, это и в других регионах есть, у нас есть гуманитарная академия. Сейчас у нас открылся Толятинский православный институт имени святителя Алексея Московского. То есть, в принципе, если человек показывает знания соответствующие уровню, базовому уровню семинария, бакалаврскому уровню, то у него необязательно должен быть диплом семинария. То есть, у нас был один после Самарской гуманитарной академии. Но, конечно, это все-таки, пока это редкий. То есть, как правило, это человек с таким профильным образованием, это может быть религиоведческое образование, философское, какое-то другое гуманитарное образование, но и при этом он должен богословские науки все-таки сам как-то там тогда доизучить, потому что их на входе там комплексный экзамен есть. Вы правильно сказали, священник у нас в Самаре, это как бы такой человек на все руки мастер должен быть, и в вуз, и в школу, и в какие-то другие служения. Ну, не каждый, но вот те, кто может, те, кто тянет. И в этом плане, я думаю, помогает и светское образование. Я знаю, вы заканчивали Самарский государственный университет. Ну, я вообще считаю, что любое образование не может мешать, вот, помогать, да, не всем, может быть, не всегда помогает, иногда остается нетронутым багажом. Бывает так, что человек закончил, и совсем не по специальности, вот, ну, бывает, что оно им никак, хотя все равно общий культурный уровень, да, он, конечно, важен, и, ну, я думаю, что, конечно, помогает. То есть я до сих пор благодарен отсутствию ему, вот, благодаря ему я пошел еще и в светский вуз, он как-то так вот отнесся, сказал, что да, семинары это хорошо, конечно, я же сразу после школы. Вот, ну, вот, как-то он меня так достаточно твердо направил, он сам историк по образованию. И я поступил в госуниверситет на исторический факультет, закончил его, слава богу, с красным дипломом, поэтому, я думаю, что оно мне... А потом, собственно, стал заниматься церковной историей. Сейчас вот я в Москве, в аспирантуре, которую я в этом году, дай бог, закончу, то есть диссертацию уже написал, должна, вот, буквально, мы сейчас сидим, должны вызвать в сентябре, в конце сентября на предзащиту. Вот, вернее, на первичное обсуждение на кафедре, то есть самого текста. Вот, то есть это как раз моя специализация и пошла уже по церковной истории. Все эти две вещи у меня просто, они никак, они очень гармоничны. Поэтому в магистратуре ряд предметов, как и на бакалавриате мы знаем, то есть и вы знаете, вы заканчивали бакалавриат, вы помните, там, и отечественная история, и история философии, и вообще основной философии и так далее. То есть ряд гуманитарных, там, я не говорю о языках, даже там, и английский, и древний, и даже латынь. То есть мне тут было проще, то есть на истфаке в университете тоже всегда была латынь для историка, да, так сказать, это на основном древнегреческого. Не было, да, как в семинарии, латынь была, и не было. И уровень там был, конечно, честно говоря, пожестче, спрашивали, получше. Потому что когда я приходил в семинарию, я, можно сказать, среди остальных латынь уже знал. Нас в университете гоняли так, что дай бог. И, то есть некоторые вещи просто прекрасные, мне даже могли перезачесть. То есть у нас до сих пор есть ребята, те именно, которые, это, конечно, единичный, штучный такой тоже товар, который могут параллельно учиться в двух местах. Это всегда приветствуется, но только если это не в ущерб, конечно. То есть бывает человек, знаете, с такой энергией возьмется, а в какой-то момент понимает, он не тянет, он начинает не успевать в семинарии, у него там долги, 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 долги. Тогда, конечно, приходится делать выбор, да. То есть у меня вот в какой-то момент тоже был такой, я вот, только у меня долги были в университете, я чуть не бросил. То есть было тяжеловато, вот. Но как-то с божьим помню просто решил, что я буду делать от себя, сам бросать не буду, если отчислят, в самом уж крайнем случае, отчислят. Но я буду биться до конца, просто делать, что получается. И вроде как-то долг за долгом, и как-то там отнеслись, что вроде человек учится в двух местах. Мне пошли во многих случаях навстречу. Это же был, тем более, не первый курс, уж там оставалось, там два года, там полтора. И как-то выправилось. У нас очень много таких примеров. У нас далеко не только я, у нас люди заканчивали тот же эстфакт. Отец Максим Приходько вот в Тольятти. И даже степень потом получали светскую кандидату исторических наук. У нас это абсолютно приветствуется. И в магистратуре еще много предметов. Вот у нас, собственно, я про саму магистратуру последнюю, да, такую важную вещь. У нас год, сначала мы открывали одно направление, да, один модуль. То есть систематическая теология конфессии. Ну, грубо говоря, богословское направление в магистратуре. Если таким простым языком, то у нас просто верят. А в прошлом году нам благословляли открытие второго направления. То есть перед нами в магистратуре можно поступить на одно из двух направлений. Собственно, богословское и церковно-историческое. Потому что у нас, ну, мы подавали, когда заявку в учебный комитет, нам сочли, что тот уровень преподавательского состава, да, профессорской преподавательской корпорации и вообще базы, в том числе материально-технической, на семинаре одна из самых лучших в этом смысле. То есть у многих нет и помещений столько, и другой материально-технической базы. И вот теперь два направления. Вот церковно-историческое, оно очень, естественно, связано. Понятно, что у нас историю церкви русской. Ее нельзя отделить от истории русского общества, русского народа, государства российского. Поэтому там дисциплина, какие-то источниковедения, историографии и так далее. То есть это все идет параллельно. Это не только история русской церкви. Нельзя вот узко тогда закрыться и только в своей церковной истории. Поэтому мы ходим, мы активно используем все ресурсы, которые нам доступны здесь. Вот архивы наши, так сказать, вот Центральный государственный архив Самарской области. Потому что у нас есть магистранты, которые взяли такие темы кривейческие по истории русской церкви. Вот в пределах Самарской епархии отец Андреевич Канф, мой магистрант, мой дипломник, да, он в каком-то смысле заинтересовался. То есть у меня тема по истории моей диссертации кандидатской, по истории Самарской епархии конца 19-начала 20-го века. И вот он пишет по миссионерской деятельности Самары в эпоху, целую эпоху, 12 лет у нас правил такой замечательный владыка, епископ Гурий Буртасовский, можно как бы сказать, профессиональный миссионер. Он до этого, до того, как, кстати, здесь в Поволжье, по епископам Самарским, он был начальник маркутской миссии, был епископом на Дальнем Востоке. То есть он целиком до этого проходил, это профессиональный миссионер, это такая специализация у человека была, он только, так сказать, вырос на Дальнем Востоке. Что редко вообще, да? Ну да, вот такая специализированная, да, не все далеко, то есть епископы, это вот служение миссии, это было его. И он здесь за 12 лет сделал очень много, и вот проанализировать подробно, у нас пока еще такое вот комплексное исследование по его миссионерским методам, по тому, что он сделал, по тем каким-то административным изменениям в структуре миссионерства, он тоже, у него свое видение было, и он реформы проводил определенные, я думаю, что из этого может получиться неплохая магистерская диссертация, и человек, то есть для этого, конечно, прямой путь только в архив, все церковные архивы, которые были до революции, они все сейчас хранятся в архиве, в Центральном государственном архиве Самарской области, это консистория, это миссионерский совет в 1908 году образованный, то есть все туда, я его туда направил, я все объяснил, то есть задача руководителя магистратуры, задача, вот моя как личного наставника, дипломников, магистрантов, конечно, направить, то есть работать как бы за человека никто не будет, но научить человека работать, добывать эту информацию, да, вот эти вот крупицы, это самое интересное для исследователя, особенно для историков, вот эта работа в архиве, то есть непосредственно, да, такой уровень сбора информации, очень интересен, когда ты находишь какие-то, вот там много, конечно, может быть, не нужно, вот бумажек много, а ты находишь какую-то жемчужину, крупицу, да, 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 такое зерно, и эту радость, ну, ее может понять только исследователь, то есть если человеку это неинтересно, это него, ему, наверное, не стоит идти, да, вот особенно, так сказать, в историке, в церковной историке, вот, это просто, это передать очень сложно, вот, ну, если удается кого-то заразить, вот эта задача вообще, в том числе и своя, понимая, как постараться, ну, свои мозги никогда не вложишь, но вот заразить, заразить по-хорошему, да, как-то к этой исследовательской работе привлечь, это, я считаю, что если хоть кого-то, а процент, конечно, не 100% в КПД, как всегда, то есть не все вот выходят с готовыми исследователями, и вот дальше идут в аспирантуру, вообще там пишут 10, но вот если какие-то, да, вот эти зерна, единицы будут, это уже, мы считаем, что если кто-то дальше пойдет, вот у нас с первого выпуска двое собираются в аспирантуру, да, там, то есть из пяти защитившихся, это вообще хороший процент, это, да, двое из пяти, это вообще очень хорошо, я считаю. Вот у меня такое сравнение, когда есть такие стихи, изводишь целого, единого слова ради, тысячи тонн словесной руды, то есть вот труд исследователя, да, в том числе историк, он схож, получается, с трудом поэта. Ты заранее ставишь себе какую-то цель, ты примерно понимаешь, где искать, но вот заранее там верятельные дела и провести огромное количество, да, то есть страниц, этих листов архивных, то есть ты можешь иногда многое время проведут и не найти ничего, да, там, того, что искал. А иногда совершенно случайно, как вот по другим совсем, да, за другими вещами, то я оказался в Санкт-Петербурге, в Российском государственном историческом архиве, искал там другие вещи, необходимые для диссертации, и наткнулся на то, что специально не искал. Вот у меня была такая мысль, хотел об одном человеке написать тоже небольшую, хотя бы книгу, биографию. У нас был один очень известный в Самаре священник, он очень долго был, то есть это просто эпоха для Самары, он был партерей Кафедрального собора, который взорван, вот на месте которого сейчас оперный театр, Валериан Викторович Лавровский. Он пережил семерых архиереев на Самарской кафедре, был, как все архиереи, в отчетах писали, там была такая графа в отчетах ежегодно, о состоянии партии. Самый авторитетный пастырь епархии, они всегда указывали его, практически одного чаще всего. То есть он действительно просто старец, он, по-моему, 1839 года рождения, а умер, предположительно, где-то в 18-1900. Он родился при Николае Первом и учился в семинарии при Николае Первом, а умер при большевиках. То есть это на человеке эпоху, по нему можно вообще по этапам его жить, всю историю России и русской церкви. Все. Реформы 60-х годов, как на него повлияли, как его выбрали, когда была демократия такая, виток, его выбрали ректором семинарии старатовской, когда были выборы, потом их отменили, да, там, при Александре Третьем, когда консервативное, такое, так сказать, охранительское пришло направление. То есть по нему все можно следить. Вот. Он учился за одной партой, они сидели в семинаре с Николаем Добролюбовым, с критиком, между прочим. Потом еще переписывались и знались. Он вообще был человеком уровня, скорее, всероссийской. Мне, скажем, предлагали в Санкт-Петербург, но он был очень скромным при этом. Он два раза мог стать архиереем. Сразу по окончании академии, когда вдовел. Ему сразу предлагали, чуть ли не в этот день, как только жена умерла, ему начали говорить о том, что не стоит ли вам подстричься. Но у него не было совершенно таких вот амбиций, он не был карьеристом. Но человеком был удивительным, написал достаточно много. И вот я случайно наткнулся даже на его, не искал специально в Питерском архиве, на его послужные дела, на его в синодальных архивах. Вот иногда не ищешь, а находишь. Спасибо большое, отец Максим. На самом деле, вот иногда не ищешь, а находишь, и Господь нам такие жемчужины. Но, как говорит Священное Писание, кто ищет, тот найдет. Вот. И я еще раз вас благодарю за то, что вы уделили время, рассказали нашим телезрителям о Самарской духовной семинаре, о том новом деле, которое для нее открылась, да, магистратура, о новых путях развития. Я благодарю вас, дорогие телезрители. Стремитесь к знаниям, ищите, стучите, как говорит Господь, и откроется вам. А мы с вами прощаемся и встретимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok